Приветствую вас! Ну, давайте мы с вами будем разбираться сейчас в том, что, собственно говоря, происходит. Значит, смотрите. Почему человек не может простить? Почему человек не может, у него не получается прощать? Вот он вроде бы хочет простить, но не может. Почему? Потому что это закрепленная модель поведения с детства. То есть в детстве человек когда-то получил подкрепление подобного поведения. Обиделся, знаете, как дети делают? Ребенок, да? Обижается ребенок какой на кого-то там, ну, например, вот, допустим, на родителя своего. И родитель такой раз, значит, и ему там, ну, что-то дал. Да, то есть там, например, ну, допустим, допустим, там элементарно. Как ты винился перед ним, да? Там какие-то блага дал. То есть как-то вел себя виновата при ней, да? Ну вот. И ребенок такой смекнул. Ага. Если, соответственно, обижаться, если я буду обижаться, если я буду вот так себя вести, то, значит, у меня что-то будет. Так же, скорее всего, вам говорили, мол, вот, действительно он виноват, там, как бы, или я виноват. То есть свою вину признавали. Понимаете? И, как бы, такое поведение закрепилось. Понимаете, какая штука? Вот правильно вам сказал коллега мой на самом деле. Вот лучше, чем он, наверное, сказать мне не получится. Потому что он вот идеально выразил мысль относительно прощения. Я просто хочу вам сказать, ну, донести лучше правильную прощение. Выразил суданинский. Такой мысль, что, как бы, простить, простить, значит, принять и понять. Простить, значит, полюбить. А ну, в высшем смысле, в классическом смысле этого слова. Полюбить, то есть принять. Вот. Без Бога, высших сил и так далее. Простить, значит, понять, почему человек это сделал, да. И, как бы, проимпатировать ему. То есть прочувствовать его. Прочувствовать его, например, ситуацию, в которой он оказался, и которая заставила поступить его именно так. Понять его мысли. То есть именно понять. Как бы. И что самое главное, что самое главное. Почему люди не могут простить? Они говорят, если бы ты так не поступил, да, то мы бы с тобой там были, были бы. Или если бы ты там это не сделал, то мы бы с тобой там что-то еще. Но ведь мотивы-то человека вам неизвестны. Мотивы-то человека очень редко бывают таким, что я просто хотел навредить, там, например, дяде Пете, да, или там дяде Васе. Вот они такие плохие. Я хотел им навредить. Понимаете? Какая штука. Вот. Это же очень редко такое бывает. В основном, в основном, люди поступают так или иначе, потому что думают, серьезно, всерьез думают, что для них это, ну, самый лучший вариант. Для них нет другого варианта. Они не могут по-другому как бы посыпать. Вот. И для них это единственный выход. Прощение – это понимание. Прощение – это любовь. Прощение – это принятие. Прощение – это оставление выбора другому человеку. И, как бы, тут очень много вещей смешивается, да, например, если говорить о предательстве, ну, в каждом конкретном случае по-разному. Если говорить, например, о предательстве, то, как бы, человек, который предает, например, на него обижаться вообще нет, потому что предатель – это тот, кто, знаете, как у людей ошибочное мнение на этот счет. Они думают, что если человек предал, и типа вот он, ну, например, там, допустим, друг, да, вот друг предал, все, друг со мной больше не общается. И мы думаем, вот он, значит, этот самый друг, вот он такой, он сякой, он меня предал, а предали. У него были такие интересы, у него были такие желания, у него были такие предпочтения, он действовал в соответствии со своими ценностями, установками и взглядами, как бы. Вот. Можно назвать такого человека предателем? Нет. Предатель – это тот, кто раскаивается. Вот раскаивается, да. И поймите простую вещь. Тот, кто раскаивается, тот ошибся, того нужно прощать. Тот, кто не раскаивается, тот не ошибся, прощать его не за что. Это просто человек был не ваш. Этот человек был не тот, кем вы его представляли. Ну, другим человек был. Просто другим человек был, и все. Тут как бы без вариантов абсолютно, понимаете, какая штука. Вот. И если вот эту простую вещь, на мой взгляд, понять, очень простая вещь, правильно, да? Если у человека есть мотив делать плохо, то есть если у человека есть мотив, там, предавать, например. Он предает, он идет дальше своим путем, как бы, ну, своей дорогой, вот, и все. Как бы, его никто и ничего не волнует. Можно им такого человека обижаться? Нет. Вы видели в этом человеке что-то свое. Да, видели в нем что-то свое в этом человеке. Но это была иллюзия. Это была неправда. Это был не тот человек, который, как вы думали, с вами. Вы его идеализировали. А идеализация, это, опять же, значит, то, что нужно вам. Это ваше желание. То есть вы его идеализировали, потому что вам это было необходимо. Вам необходимо было его идеализировать. Зачем? Ну, вот, это ваши потребности. Если вы его идеализировали, значит, не принимали до конца. Если вы его не принимали до конца, значит, вы его, ну, как бы, и не относились к нему истинно. Понятно, что в жизни, в жизни, людей, как бы, ну, мало, которые принимают вообще других целиком. Это понятно. Но и реагировать на то, если человек предает или поступает как-то не так, как вы от него хотите, как вы хотели бы, тоже нужно соответствующее. То есть, ну, вот так, как я сказал. Понимаете? Просто подумайте, вдумайтесь в это. Вот, вдумайтесь в это, подумайте. Если человек совершает какую-то, ну, какой-нибудь поступок, который вам неприятен, да, о чем это говорит? Если он не раскаивается в этом, о чем это говорит? Если вам неприятно, о чем это говорит? Вот, например, человек любил, да, вот мужчина, допустим, у вас, мужчина, да, вас любил, 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 а потом раз и бросил. И все, и вы, и это боль, да, это боль, ужасная боль, например. Почему? Потому что для вас этот человек был любимым. А на самом деле он таким не был. Вы его не видели таким, как он есть на самом деле. Или отец бросил. А, вот отец бросил, и дети на него обижаются. Вот, у меня папа бросил, он должен был там быть с нами. Ну, ну, должен был быть со мной. Кому он должен? Кому? Если он бросил, значит он не был отцом психологически. Вот. Да, биологически отец, конечно, биологически. Но физиологически нет. Понимаете, какая штука? Биологически да, а психологически нет. Психологически человек, который бросает своего ребенка, ему не отец. Как бы. Но дети думают, что вот у меня папа, он должен был. Откуда? Это стереотип. Все это раздается из стереотипов. Если человек, мы встречаем людей, мы встречаем кого-то, по нашему мнению, он должен вести себя так. Если он так себя не ведет, он плохой. Он плохой, нам нужно на него обижаться. Откуда ты на основном плохой? Кто это определил? Понимаете? Ну так. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос. Ну видите, мой коллега вам предложил один вариант. Я предложил как бы другой вариант. В принципе, наши варианты вполне совместимы. То есть, и тот вариант, и другой вариант вполне жизнеспособный. Вот. Я думаю, что легко можно использовать оба. Вот. Используйте, потому что для вас это тоже выгодно. Вы действительно что-то получаете от того, что обижаетесь. Потому что хотя бы... Знаете, обижаться надо еще силы иметь. Душевную. Ну сколько времени обиды хранить, как бы это... Знаете, это... Запратно. Энергия запратна. Не указывает, что у человека есть столько энергии. И не каждый будет это делать. Понимаете? Вот. Так что... Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Вот. Вот. Единственное, что... Мне кажется, ну, что вопрос такой... Такой... Такой важности, такого масштаба. Его нужно было задавать вид. А не обычный. Потому что мало ответов будет. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вас задали дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.